Всем привет, дорогие зрители! С вами снова PlayLeaksF, и сегодня я бы хотел рассказать вам о пяти худших популярных модах на ПВЗ1. Если что, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это именно про популярные моды, поэтому некоторые из них могут показаться вам не сильно плохими, так как моды, которые хуже тех, которые сегодня в топе, являются ноунеймами, и чтобы реально сказать, какие моды самые худшие, нужно поиграть в абсолютно все ноунейм моды, поэтому я делаю этот топ только по популярным. Кстати, многие русские моды хуже тех, которые в топе. Пятое место. Поза Плюс. Это хороший мод для своего времени, но так как я делаю топ только по популярным модам, выбор у меня ограничен, поэтому я вставил его сюда просто потому, что большинство модов превосходит его, так как Плюс это первый популярный мод, и поэтому он довольно стандартный. И не думаю, что он плохой, просто устаревший, и он все еще рекомендуется для прохождения, если вы играете в ПВЗ моды впервые. Но что особенно в плюсе, так это безлимитный спаун, который позволяет любому зомби уровне заспауниться не в зависимости от волны, из-за чего спаун становится еще более дисбалансным, чем в других китайских модах. Весь остальной дисбаланс есть во всех остальных китайских модах, поэтому я не буду о них говорить. Четвертое место. Ревокет. Этот мод является вторым модом английского комьюнити, в то время как Закурсит является первым модом. Закурсит против Ревокет была битвой, чего Ревокет совсем не заслуживает, и он всегда был хуже Закурсит с тех пор, как вышел Закурсит 2.0. Главная проблема Ревокет в том, что при спаун рейте в 2 зомби, солнце дает 50, и подсолнечники перезаряжаются быстрее. Они, конечно, дают солнцу примерно в полтора раза медленней, но все равно солнца на дневных уровнях просто дофига, с еще и 175 стартовым солнечным банком. После первой маленькой волны у меня уже два ряда подсолнуху, а к середине однофлагового уровня у меня солнце за тысячу переваливает. Также в Ревокет плохой левел дизайн, как, например, в 1.6 рандомно представляют трех новых зомби, и они в этом мире больше не появляются, зомби в 2.1 сильнее, чем в 2.2, зомби с двери на крыше и так далее. Тут также андерпрайснуты и оверпрайснуты некоторые растения, например, ледяной горох наносит в 2 раза больше урона и стреляет быстрее, но стоит всего лишь 225. Мина за выкапывание всего на 5 секунд быстрее, стоит целых 75. А про ребаланс повгреба я вообще не хочу говорить. Самый переоцененный ПВЗ мод. Третье место. ПВЗ Делюкс. Это тоже английский мод, и этот еще хуже. Здесь с одним спаунрейтом солнечная мета 50. Хотя я должен сказать, что в Делюкс Финал должно было быть и 25 солнц, и двойной спаунрейт. Но эта версия вроде как не вышла нигде, в нее только играли некоторые особенные люди. Также я в этот мод поиграть не смог, потому что Антивирос говорит, что там Тараян, что довольно неожиданно от английского мода. Поэтому я не буду рисковать, но я все равно могу его критиковать, благодаря геймплеям на ютубе. Этот мод меняет только растения, и делает небольшие изменения в наборах зомби на уровнях. Он не меняет зомби. В этом моде много имбовых растений, такие как Чомпер, Пов Гриб, Звезда Фрукт и другие. Создатель этого мода просто-напросто математически зафейлил баланс. А также тут очень мало контента. Худший английский мод. Ливин Дэд Бранч А, также известный как просто Ливин Дэд. Сначала этот китайский мод показывает себя как сложный мод, ведь у конусов и ведер есть двери, но сложность заканчивается после второго уровня, ведь самые сложные уровни здесь, это 1,2 и 3,10 из-за вишни, имбового ореха, который работает как кабачок или мина после смерти, но при этом быстро заряжается и стоит только 75, и самое главное имбового Чомпера. Чомпер здесь руинит каждый уровень. Он сажается на подсолнух, у него мгновенная зарядка пережевывания, и может съесть даже Гаргантюа. Каждый уровень с выбором растений проходится одинаково. Только на 3,10 снова сложны, и это экстремально рандомный уровень. Обычно это просто дисбаланс на рандомный спаун зомби, но с конвейером здесь также и рандомные растения, поэтому скилл тут почти отходит на второй план. Тут, кстати, изменён набор зомби на уровнях. На после 3,10 никаких изменений в наборе нет, что говорит о том, что создатель выложил незаконченный проект. Недостойные упоминания. Дельта. Я решил не включать этот мод в топ, потому что он плохой не из-за качества, а из-за того, что это просто плагиат другого мода, а именно закурсит. Это можно понять по тому факту, что растения получили похожие бафы, что стиль мод такой же, и то, что уровни такие же. Например, в 1.8 зомбони новый зомби, в бассейне 5 уровней подряд зомботани перец, и ночь здесь также является спамом зомботани, который, конечно же, очень похож на закурсит. И подобными являются все уровни. Вы можете посмотреть на любой уровень в обоих модах, и вы увидите, что они одинаковые. Это просто плагиат, и я не понимаю, почему в английском комьюнити об этом почти никто не говорит. Первое место. Кэзэ. Если вы меня знаете, то вы этого ожидали. Я даже сделал целое видео про этот мод. Проблема этого мода в том, что здесь просто плохо вообще все. Типичный китайский дисбаланс, вместе с ужасным левел-дизайном. За уровень могут приставить по 3 зомби, а в первом вообще гига гаргантуа. Раз сложности тут более сломан, чем в других китайских модах, и идеи тут тоже ужасны. Единственная причина, почему русскому комьюнити нравится этот мод, это потому, что он сложный и все. В этом моде нет ничего хорошего вообще. Я не особо хочу говорить много об этом моде, потому что я уже высказался о нем в отдельном видео. Рекомендую посмотреть. Худший популярный мод. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, оценку видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Вступайте в мой дискорд сервер. Можете мне задонатить. Играйте в мой мод. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok